Хочешь взять кредит, оплати долги. В личную кредитную историю теперь попадут неоплаченные штрафы, алименты, долги по коммуналке. Они могут стать причиной отказа банка выдать заим. Стать должником? Проще простого. Евгения Митрофанова и всех его соседей в долги выгнала бывшая управляющая компания. У нас была управляющая компания, мы создали ТСЖ. А старая управляющая компания, она на протяжении года, хотя мы уже год управлялись ТСЖ, своим собственным нами созданным, продолжала нам начислять деньги. И всему дому там поначислял, и до сих пор лицевой счет у нашего дома стоит уже третий год. И сейчас, слава богу, они от нас отстали наконец-то. Ну там колоссальная сумма, которая, ну если в совокупности взять, у каждого из нас по несколько тысяч рублей. Впрочем, подчеркивают эксперты, репутация может пострадать только у тех, чья задолженность подтверждена решением суда. Но даже в этом случае человеку дают 10 дней на оплату. А если должник не воспользовался этой возможностью, то его шансы получить кредит в банке резко уменьшаются. Причем раньше данные о задолженностях попадали в Бюро кредитных историй только с письменного согласия неплательщика. Теперь разрешение не обязательно. Но должника уведомят, что потенциальные кредиторы в курсе его просрочек по коммуналке. Запросить данные о своей кредитной истории может каждый. Если в нее вкрались ошибки, их можно оспорить и восстановить справедливость. В общем, для честных заемщиков и тех, кто привык регулярно платить по счетам, проблем от нововведения не будет никаких, прогнозируют аналитики. Да и экономика в выигрыше. Это шаг в правильном направлении, потому что снижается вероятность банкротства банков. Следовательно, повышается стабильность финансовой системы в целом, что в конечном итоге выгодно для всего населения. Пока правительство предпринимает меры стабилизации экономики, жители голосуют рублем. Стали брать кредиты в 10 раз меньше. Если оцифровать, то примерно это выглядит вот таким образом. В первую очередь мы даем очень осторожно, поэтому требования к заемщикам ужесточились. Во вторую очередь люди стали считать и стали очень внимательно и осторожно относиться. По статистике, закредитованность россиян в разы меньше, чем у жителей Соединенных Штатов или стран Западной Европы. Но догнать по этому показателю дело нехитрое, особенно в непростых экономических условиях. За прошлый год произошло удвоение плохих кредитов у банков. И по всей вероятности, если так будет продолжаться дальше, то за 2015-2016 год у нас количество банков сократится раза в два. Ученые согласны. Изменение в закон о кредитных историях – правильный шаг. Он поможет сгладить последствия неблагоприятных экономических условий. Эта мера, скорее всего, несколько запоздавшая. У нас уже было довольно много банковских кризисов в истории нашей страны. И вообще говоря, если бы это решение было принято на полгода или даже на год раньше, это было бы лучше. Банк хочет продать деньги подороже, заемщик взять их подешевле. Кредиты – всегда игра. Теперь она идет по новым правилам. За их исполнением следит государство. Оно же может повлиять и на исходные данные. Ведь чтобы заемщики платили без задержек, в большинстве случаев необходим просто стабильный доход. Наталья Цопина, Татьяна Бугаева, Евгений Агеев. Новости ОТС.